Спустя четыре года с момента окончания 44-дневной войны Карабахский регион Азербайджана приобрел совершенно иной облик. Постанавливаются города и села, открываются промышленные парки, реставрируются культурные памятники, создается дорожная инфраструктура. Одним словом, в Карабахе открылись новые возможности для внутренней и внешней инвестиционной активности. Накануне президент Азербайджана Эльхам Алиев отправился на освобожденные от армянской оккупации территории, где открыл ряд инфраструктурных объектов. В жемчужине Карабаха, городе Шуша, состоялось открытие площади флага после реконструкции. Общая площадь территории составила свыше 9 тысяч квадратных метров. После реставрации открылся и дом-музей выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджи Бейли, построенный еще в XIX веке. Реставрационные работы были проведены фондом Гейдара Алиева. Посещая древний азербайджанский город Ханкенди, глава государства ознакомился со строительством Конгресс-центра на площади Победы, где в будущем планируется проводить мероприятия республиканского и международного значения. После капитального ремонта президент Эль-Хамалеев открыл первый детский сад в Ханкенди, общая площадь которого составила 1340 квадратных метров. Здесь имеется все необходимое для развития детей. В период оккупации в непригодное состояние было приведено здание Ханкендинского государственного драматического театра, которое было построено правительством Азербайджана и сдано в пользование в 1932 году. Глава государства ознакомился с предстоящей работой в театре, необходимой для его полного восстановления. После ремонта была сдана в эксплуатацию полная средняя школа номер 4 имени Низами Гяндживи на 624 ученических места. Капитальный ремонт учебного заведения был начат в мае этого года по заказу Министерства науки и образования. Общая площадь здания 3760 квадратных метров. В школе имеются 11 классных комнат, химическая, физическая, биологическая лаборатории, кабинеты технологий и информатики и многое другое, необходимое для учеников и педагогов. В целом за последние годы в столице и регионах были проведены многочисленные работы по модернизации старых школьных зданий, а также строительству новых учебных заведений. При поддержке и по инициативе фонда Гейдара Ареева процесс строительства школ и развития дошкольного образования в стране реализуется последовательно и планомерно. Кроме того, в рамках поездки глава государства ознакомился с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в отеле Булут в городе Ханкэнди. В пятиэтажном отеле общей площадью 5000 квадратных метров с прекрасным панорамным видом будет 44 номера различного типа. Что касается же создания дорожной инфраструктуры, строительство автомобильных дорог ведется в соответствии с графиком, при этом большая часть из них дороги республиканского значения. В настоящее время стремительными темпами продолжается реконструкция автомобильной дороги Агда-Маскиран-Ходжалы-Ханкэнди общей протяженностью свыше 33 километров. Дорога облегчит передвижение транспорта, окажет существенное влияние на развитие сельского хозяйства и туризма в регионе. Автодорога также позволит водителям и пассажирам, желающим поехать в города Ханкэнди, Шуша и Лачин с Бординского направления, быстро и безопасно продолжить движение с использованием этой кольцевой дороги, не въезжая в город Агдам. Ранее Ильхам Алиев посетил Агдамский район, где ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в селе Хадерлы, где планируется разместить как минимум 5000 человек. В Агдаме глава государство заложил фундамент стадиона «Имарет», который планируется построить в соответствии с требованиями УЕФА четвертой категории. Игровое поле стадиона будет иметь натуральное газонное покрытие. Вместимость стадиона составит почти 12 тысяч зрителей. В частности, состоялось открытие Агдам Сити Хотел, комплекса «Имарет», а также ряда новых заводов в Агдамском промышленном парке, созданном под управлением Агентства развития экономических зон согласно указу главы государства от 28 мая 2021 года. Промышленный парк охватывает территорию площадью 190 гектаров. Целью его создания является возрождение освобожденных от оккупации территорий, реализация промышленного потенциала Карабаха, поддержка предпринимательства, повышение занятости населения в сфере производства. Географическое положение региона, человеческие ресурсы и доступ к инфраструктуре расширит возможности района стать в будущем промышленным центром Карабаха. В рамках поездки на освобожденные территории президент Ильхам Алиев ознакомился и с работами, проводимыми в селе Кенгерли, а также принял участие в церемонии закладки фундамента села Эйвазханбейли Агдамского района. Уже в следующем году начнется первое переселение в Агдам, теперь уже бывшие вынужденные переселенцы спустя столько лет разлуки смогут вернуться на свою малую родину.